МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В преддверии Международного женского дня сотрудники дорожной полиции устроили для дам за рулем приятный сюрприз. Это мероприятие проходило по всей Смоленской области. Удивлению женщин не было предела, когда после взмаха жезла инспекторы ГИБДД вместо привычной проверки документов говорили слова поздравления от начальника областного управления ГИБДД Онищенко и его заместителей, а после вручали букеты цветов и подарки. Я немножко нарушила, наверное, и я думала, что меня все-таки как-то накажут. Но ожидать вот такого вот за мелкое нарушение, конечно, не ожидала. В адрес всех женщин от сотрудников госавтоинспекции Смоленской области звучали самые теплые поздравления с пожеланиями бодрости, духа, здоровья, семейного счастья и, конечно же, безопасной и доброй дороги. В Ярцеве состоялся областной конкурс «Красота без границ», в котором за главную корону боролись 11 представительниц прекрасного пола с ограниченными возможностями здоровья из разных населенных пунктов Смоленщины. Свои таланты показали и наши десногорские девушки. Наш город представляли три участницы – Анастасия Короткова, Юлия Джеланова и Ирина Дударева. Конкурсантки читали стихи, показывали сценки, дефилировали в разных нарядах, пели и даже танцевали на инвалидных колясках. В итоге победительницей была признана Ирина Дударева, сразившая жюри своим обаянием, красотой и упорством в достижении цели. Девушка родилась глухонемой, но благодаря своей настойчивости и силе воли научилась говорить. Я горжусь, что представляла свой город Деснокос на конкурсе красоты в городе Ярцево. Я рада, что победила. Я прожила для победы очень много сил и желанных. Все участницы конкурса были награждены почетными грамотами за участие и номинированы. Наша Анастасия Короткова была признана как мисс «Артистичность», а Юлия Джеланова – как мисс «Обаяние». Этот фестиваль организаторы хотят сделать ежегодным, чтобы как можно больше представительниц прекрасного пола с инвалидностью могли доказать всем, что, несмотря на свои недуги, они способны на многое. У Рословского автоагрегатного завода появилась надежда на возрождение. Руководство предприятия сможет не только погасить долги по зарплате, но и создать новые рабочие места. В скором времени завод займется производством антиблокировочных систем тормозов для отечественного автопрома. И уже сейчас готовится к работе по гособоронзаказу на сумму порядка 60 миллионов рублей. Муниципальный этап метапредметной олимпиады школьников состоялся в нашем городе 3 марта в школе номер 3. Четыре команды со всех школ города Десногорска боролись за победу в этом престижном проекте школы «Росатом». А вчера были подведены итоги. Кто же будет отстаивать честь нашего города на всероссийском этапе, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Команда из четырёх школьников разных возрастов 5, 6, 7 и 8 классов, преодолевая этапы, должна была показать не только отличные знания по многим предметам, но и, что самое главное, умение работать сообща. Организаторы Олимпиады отмечают, что все участники хорошо справились с заданиями. Мы почувствовали, что такое сплочённость и ответственность друг за друга. Это значит, что от каждого из вас зависит общий успех. Дипломы призёров вручены команде средней школы номер 3, занявшей четвёртое место в Олимпиаде. На третьем месте команда второй школы. Второе место у команды средней школы номер 1. А победитель метапредметной Олимпиады – команда четвёртой школы, куратор Наталья Ворончихина. Конечно, мы не знали, какие будут задания, но вот подход, работа в команде, научиться, не то что научиться, а понять, как мы можем опереться друг на друга, то есть вот это мы с ними работали, познакомились заранее, то есть они друг друга знали, дети очень воспитанные, вежливые, то есть это, конечно, поэтому мне с ними было несложно. Задания были очень интересные, понравились, необычные немного. Нам помогло, наверное, победить то, что мы были командой. Очень приятно, что мы победили. 25 апреля команда четвёртой школы под руководством Натальи Александровны, которая, кстати, будет одним из членов жюри, примет участие во всероссийском этапе метапредметной Олимпиады школьников. Он пройдёт в городе Трёхгорной Челябинской области. Мы будем очень сильно стараться для победы, ведь там, наверное, будет видеть у нас полстраны, как минимум. И очень волнуемся все. От души желаем нашей команде победы! 5 марта в Рослевском районе на автодороге А-130 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три легковых автомобиля – Рено, Хюндай Акцент и Нива. По предварительным данным, виновник – аварий, водитель Хюндай Акцент, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Все участники дорожно-транспортного происшествия с травмами госпитализированы в районную больницу города Рослаль. О криминальной обстановке в Десногорске за прошедшую неделю и праздничные дни нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 140 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 139 административных правонарушений, в том числе 111 нарушений правил дорожного движения. Задержаны водители за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения двое. За распитие спиртных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 10 человек. За нарушение, установленное федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, к административной ответственности привлечены 15 человек. С 1 апреля повысится ставка акциза на ГСМ. За автомобильный бензин в казну страны будет взиматься 2 рубля за литр. За дизельное топливо – рубль. Минфин РФ прогнозирует, цены на топливо поднимутся примерно на 5%. Благодаря этому бюджет государства до конца года пополнится на 90 миллиардов рублей. А сейчас новости спорта. 5 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошли соревнования 4-го тура чемпионата Смоленской области по баскетболу среди мужских команд. Подробности в нашем следующем сюжете. В четвертом туре играли 5 мужских команд. Десногорск встречал две смоленские команды – Камея и Кристалл, а также спортсменов из Вязьмы и Сафонова. Игры были интересные и захватывающие. Результаты встреч вы видите на своих экранах. Для десногорских баскетболистов все сложилось весьма удачно. Мужская команда САЭС уверенно обыграла смоленскую Камею с разницей в 45 очков. Соперники оказали достойное сопротивление лишь в первом периоде матча, который завершился со счетом 16-11. Затем игроки нашей команды не оставили шансов своим соперникам, постепенно наращивая свое преимущество. Итоговый счет – 82-37. Команда САЭС после четырех туров занимает второе место вслед за командой «Кристалл», с которой встретится в следующем туре. Желаем нашим спортсменам победы! Десногорск. Активные жизни – активный отдых. Принять участие в играх может любой желающий. В этом году исполняется 82 года со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Ежегодно на Смоленщину отметит день рождения первого космонавта. Приезжают его друзья. 9 марта в Смоленске стартовала декада мероприятий, посвященных этому знаменательному событию. 19 марта в Ярцевой пройдет областной конкурс «Мы дети галактики», посвященный он будет 55-летию первого полета человека в космос. Дети представят документальные и литературно-музыкальные композиции, концертные программы космической тематики. Мероприятие состоится в 12.00 в районном Центре культуры и искусства. Сегодня середина масленичной недели. 12 марта рословчане приглашают всех желающих принять участие в массовом гулянии «Проводы русской зимы». В программе традиционные народные забавы, выставка ярмарка и угощения «Горячая каша и блины». Начало мероприятия в 12.00 площадь Ленина. У нас гуляния в городе пройдут 13 марта в 12.00 на площади у фонтана. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова